друзья всем огромный привет меня зовут ирина я очень рада что вы заглянули ко мне на канал в этом видео я хочу поговорить с вами о своем уходе за кожей лица ролик будет один но он будет разделен как бы на две тематические части в первое я расскажу вам о своем уходе покажу какими средствами пользуюсь по какой схеме их применяю и что нового планирую добавить свой уход а вторая часть смысловая этого ролика будет посвящена моему проекту из рук в руки я покажу те косметические средства которые буду отдавать своим близким по той или иной причине итак если вам эта тема интересна то оставайтесь со мной и приятного вам просмотра если вы мой постоянный зритель то знаете что на день рождения марина лиман прислала мне достаточное количество корейской косметики на пробу и меня очень заинтересовала корейская система ухода за кожей лица я решила ее изучить и внедрить в мой быт корейцы рассматривают заботу о красоте своего лица как выгодное вложение не только финансов но и времени они ежедневно выполняют многоступенчатую систему очищения и увлажнения кожи это даже приобрело масштаб уровня национальной культуры и превратилась в некий ритуал пока в моем уходе за лицом присутствует не только корейские косметические средства также косметика российского производства но со временем я планирую полностью перейти на корейскую косметику поскольку придерживаюсь корейской системы ухода за лицом уже несколько недель и очень довольна результатом итак давайте рассмотрим мой уход подробнее корейцы очень большое внимание уделяют очищению лица и первый этап это двойное очищение во первых это конечно же удаление дневного макияжа с помощью ремуверов у корейцев это либо влажные салфетки для удаления макияжа либо специализированные средства соответственно для того чтобы убрать макияж с лица если вы смотрели мою уходовую косметичку на декабрь то видели что я брала в качестве ремувера гидрофильное молочко но к моему большому сожалению она мне не подошло и мне пришлось провести замену игрокам и сейчас в качестве ремувера мне конечно не совсем корейское средство но который мне очень нравится это мицеллярная вода 2 в 1 от 100 рецептов красоты суперфуд кокос она действительно очень бережно и качественно снимает макияж не только с лица но и с глаз не вызывает никакого абсолютно раздражения пользуюсь с удовольствием как бы вторая часть первого этапа у корейцев это гидрофильное масло гидрофильное масло очищает кожу от кожного сала и бактерий а также удаляет макияж у меня сейчас гидрофильного масла корейского в наличии нет поэтому вместо него я использовала гель для умывания от маркел косметика для жирной комбинированной кожи прекрасно это средство удаляет макияж но мне его осталось совсем чуть-чуть и поэтому назрела необходимость ввести новый продукт в использовании и выбор мой пал на средство от и фраше из линейки пюр камель это очищающее мицеллярное масло я думаю это своеобразный аналог корейского средства буду пробовать посмотрю как понравится мне она в использовании второй шаг в корейском уходе это снова очищение и речь идет об очищающей пенки считая корейцы считают что двойной очищение залог здоровой сияющей кожи без окне также пенка помогает очистить кожу и поры от остатков гидрофильного масла у меня пенка была от фаберлик но к сожалению она уже закончилась и в декабре я решила попробовать вторым этапом очищения геля для умывания снимом от himalaya herbals ну конечно получилось у меня не совсем то два геля друг за другом не совсем тот эффект который мне нужен и немножко подсушивает кожу не вот данный гель поэтому в этой категории тоже произойдет замена игрока буду использовать очищающую пенку от ликата профессионал это российский бренд профессиональная косметика это небольшой спойлер 21 декабря на моем канале выйдет ролик о этой косметике где я вам более подробно расскажу что это средство из себя представляет в общем это вечерний ритуал очищение кожи по корейской системе утром достаточно воспользоваться только пенкой но по утрам мне нравится умываться кусковым мылом в данном случае у меня индийское мыло с черным тмином я его размыливаю распениваю в руках и как раз вот эту мягкую нежную пенку уже наношу на кожу лица эффект не очень нравится в общем-то продолжим данный продукт использовать следующий шаг в корейской системе ухода это пилинг он не на ежедневной основе применяется один-два раза в неделю я делаю пилинг лица два раза в неделю в данном случае у меня эксфолиата от комплимент для чего нужно пилинговать лицо для того чтобы улучшить кровообращение осветлить кожу сократить морщинки в результате применение пилингов кожа восстанавливается эпидермис начинает выделять коллагенный эластин что оказывает лифтинг эффект пользуюсь очень довольна понравился мне этот продукт следующий этап в корейской системе ухода это тонер у меня отливантик вот я им уже три недели пользуюсь и вот всего какой расход тонер у меня от пинкан юль это уже корейская марка у кореянок действует правило трех секунд нужно как можно быстрее увлажнить кожу после этапа очищения тонер имеет более яркий увлажняющий эффект чем тоники которым мы привыкли и честно признаюсь мне эффект от тонера на моем лице нравится гораздо больше и в общем то я как бы дальнейшем не планирует тоники использовать а именно вот приобретать средства подобного плана следующий пятый этап это эссенция у меня в данном случае от косарекс средства с муцином улитки эссенция является очень важной частью систему корейского ухода она связывает между собой два этапа увлажнения которые дало предыдущие средства тонер и питание которые будут давать коже следующее средство в уходе эссенция проникает в нижние слои кожи глубоко увлажняет и улучшает ее структуру а также подготавливает эпидермис к последующему нанесению питательных средств и улучшает свойства питательных средств также мне очень подошло это средство я им довольна следующий этап шестой сыворотка или по-другому она называется серу или ампула у меня отливантика от пинкан юль именно сыворотка сыворотка по своей консистенции плотнее и гуще чем эссенция и в ней больше полезных веществ а в ампуле полезные вещества вообще достигают максимально возможной концентрации сыворотки можно использовать не на постоянной основе а курсом в полторы две недели когда кожа особо нуждается восстановлением наносит ее после эссенции и примерно за 10-15 минут до следующего шага а следующий шаг в корейском уходе это маски они могут быть различные альгинатные тканевые гидрогелевые ампульные в общем на ваш вкус или патчи под глазки я чередую то есть я один день использую тканевую маску который который очень люблю и один день использую патчи под глазки ну сейчас мне вот из того что я не успела за декабрь использовать вот несколько тканевых масочка различные направленности но в корейской системе ухода основное требование к тканевой маски чтобы она увлажняла и практически все они это делают что касается патчей под глазки мне такая марка лифтинг сейчас я вам покажу как они выглядят они очень красивые голубого цвета хорошо освежают увлажняют кожу под глазками хорошо крепится к коже в общем лежать с ним не обязательно красивые перламутровые довольная тем что я их использую в своем уходе в основном корейцы как я читала предпочитает именно гидрогелевые патчи потому что они реагируют на температуру кожи и транспортируют полезные компоненты глубже в эпидермис также разглаживает морщинки убирают мешки и темные круги под глазками я тоже патчи очень люблю и они всегда в моем уходе есть следующий этап это крем для век у меня крем от марки косарекс кореянки считают что начинать уход за областью под глазами можно нужно вернее как можно раньше корейские крема для класса хорошо разглаживает мимические морщинки стирает признаки усталости придает взгляду свежесть и сияние и вот пробничек прямо который у меня сейчас наличие есть не исключение им очень довольна следующий девятый этап это эмульсия или по-другому еще называется лосьон для лица у меня в данном случае крем эмульсии для жирной кожи от марки real bear bear control т мастерайзер эмульсия похоже на жидкий легкий крем покажу действительно такая почти водичка очень быстро впитывается не оставляет никакого ощущения липкости или пленки на лице назначение эмульсии призвано удержать влагу в коже и защищить защитить простите кожу от воздействия окружающей среды также мне данный крем эмульсия подошел и я с большим удовольствием им пользуюсь эмульсия хороша на утреннее применение на нее прекрасно наложится макияж довольно я на сто процентов но и последний этап 10 это питательный крем или ночная маска но это естественно уже для вечернего ритуала красоты у меня питательный крем от pink and yule он нам своей консистенции более плотный чем предыдущий крем который я вам показал но он также прекрасно распределяется быстро впитывается средства очень экономичные что в общем то я считаю что полностью оправдывает их цену какие задачи стоят перед питательным кремом увлажнить напитать кожу сделать ее более упругой бороться с мелкими морщинками наносит питательные кремы толстым слоем кожа как бы сама впитает столько сколько ей нужно что касается ночной маски у меня сейчас в уходе и и нет но она применяется от двух до трех раз в неделю и действие у нее практически такое же как у питательного крема только более интенсивные ну что ж друзья мои вот такой у меня сейчас уход я им очень довольна я вижу что кожи у меня с каждым днем как бы знаете лучше становится более свежее выглядит более здоровой и в общем то я очень довольна что познакомился минут с корейской системы ухода и конечно мечтаю о том чтобы все именно корейские средства у меня были в обиходе но посмотрим как у меня получится их приобрести или нет будем надеть буду надеяться на лучшее ну а сейчас мы с вами перейдем ко второй части этого видео и я расскажу с какими косметическими средствами вынуждены попрощаться и так первое что к сожалению покидает мою уходовую косметичку средства которым я уже несколько слов сказала выше это очищающий гель для умывания с ним от himalaya herbals он подходит для проблемной кожи достаточно экономичен в общем то он хорошо очищает но почему я вынуждена с ним попрощаться он вызывает небольшое шелушение сухость у меня на лице то есть до того момента когда его не было в моем обиходе и все остальные средства были такими же таких проблем не было значит соответственно я делаю вывод что к сожалению данный гель мне не совсем подходит поэтому отдам его сестре следующий продукт с которым я тоже прощаюсь с сожалению из-за того что я просто не успею его использовать до окончания срока годности поскольку сейчас пользуюсь другим средством речь о тонике от бел космекс линейка доктор хербариум очень приятный аромат у этого тоника хорошо освежает кожу легкий но я уже как бы сказала выше что мне эффект от тонеров сейчас больше нравится на моем лице они более качественно увлажняют и освежают мою кожу я где-то наполовину этот тоник использовала у него как бы уже близится срок годности я не хочу и не люблю выбрасывать косметические средства я лучше отдам своим близким которые с удовольствием продолжат им пользоваться потому что в общем то как бы средства достаточно хорошие по своему качеству далее хочу отдать сыворотку от реше приезжала она ко мне на тестирование это сыворотка контроль себума и пор здесь 25 миллилитров объем я ее достаточно долго использовал на посмотреть вот всего сколько истратила сыворотка неплохая она действительно неплохо работает на коже моего лица но все-таки несмотря на то что она предназначена для контроля себума и пор она достаточно плотная по своей консистенции достаточно жирненькая и после ее применения крема моей кожи не нужно но поскольку я решила придерживаться именно корейской системы ухода том вот эта сыворотка как бы не совсем своим свойствам мне подходит в совокупности с ней любой ночной крем очень перепитывает кожу моего лица в общем надеюсь что новая хозяйка будет ей более довольна далее еще средства для лица это пробуждающий крем от фаберлик океану это дневной крем хорошо увлажняет кожу хорошо на него ложится макияж но поскольку меня сейчас как бы корейский дневной крем в использовании просто я не успею до конца срока годности этот крем истратить поэтому отдам его своим родным здесь где-то еще половина баночки ну приятный такой нейтральный аромат хорошие косметическое средство но повторяюсь что сейчас потрясающе совершенно работают корейцы на моем лице и ненадолго еще хватит имеющегося средства поэтому чтобы это этот крем не пропал я его отдаю честно признаюсь пыталась использовать его на зону шеи декольте но не совсем он мне подошел недостаточно мне было от него именно питательного воздействия на данную зону поэтому решила отдать также прощаюсь с концентратом для кожи вокруг глаз от faberlic от этой марки это легкий достаточно легкий гель хорошо увлажняет кожу вокруг глаз более ничего не делает и опять же повторюсь что корейцы сейчас на моем лице работают гораздо лучше и по тем же причинам что довольно скоро закончится срок годности я его лучше отдам у меня кстати уже много желающих на эти средства и как бы ну если вы считаете что начатые продукты отдавать не совсем этично но во первых я отдаю их своим очень близким людям которые не видят ничего в этом дурного зазорного и с большим удовольствием пользуются продуктами которые я им отдала поэтому как бы я осуждение в этом плане не принимаю и какие-то негативные комментарии по этому поводу я буду удалять дальше еще один крем его осталось у меня будет наверное чуть-чуть это real cosmetics антиакне день и ночь для проблемной кожи лица склонны к акне я в период пандемии столкнулась с такой проблемой что у меня раздражение от маски на лице и в общем-то этот крем активно использовала он неплохо работал неплохо справлялся с этими проблемками но сейчас вот те корейские средства которые я применяю даже лучше справляются с поставленными перед ними задачами и у меня в этом креме просто нет необходимости сейчас у него также через несколько месяцев заканчивается срок годности и просто чтобы его не выбросить я его отдаю надеюсь он также подойдет и понравится новой хозяйке как и мне и еще хочу попрощаться с двумя масками для лица ну во первых это швейди спа распаривающая маска от oriflame действительно хорошо распаривает кожу но вы знаете меня ник не почему не тянется рука вот она у меня стоит я ее из косметички в косметичку показываю а в итоге по факту воспользовалась всего один раз думаю что она как бы порадует новых хозяев лучше и найдет свое применение более часто чем у меня и последняя маска который тоже хочу отдать это таежная история бабушки агафи черная пантовая маска для лица она заявлена как омолаживающая я ее один раз попробовала не очень приятный аромат она комфортно в использовании кожа после нее очень мягкая кладенькой напитанные но лифтинг эффекта она не дает он поскольку меня сейчас много более интересных масок в плане омолаживающего эффекта в использовании есть я решила чтобы поскольку она открыта и срок годности у нее как бы уже не стоит на месте тоже решил ее отдать а так в принципе приятное впечатление от этой маски но повторюсь что заявленных омолаживающих свойств на коже она не ака на кожу она не оказывает ну что ж друзья моим вот все о чем я хотела с вами поговорить надеюсь что было вам интересно может быть полезно какой-то информации спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале